В Ишеме начались выплаты на восстановление жилья, поврежденного паводком. 30 тысяч рублей на одного домовладельца – это аванс. Деньги получили около 100 человек. В обязательном порядке со всеми заключается соцконтракт. Он объясняет, деньги должны быть потрачены только на восстановление жилья. В течение 10 дней после их получения специальная комиссия по заявлению гражданина выезжает на осмотр. Задача специалистов – проконтролировать ход ремонтных работ. В том случае, если деньги были потрачены не по назначению, пострадавшие автоматически лишаются права на получение остальной части выплат. Ловить и есть рыбу в Ишеме нельзя. Вредные вещества с улиц города, а также нечистоты с дворовых туалетов во время разлива воды попали в реки. Употреблять в пищу пойманную там рыбу опасно для здоровья. Водоемы города и района ежедневно патрулируют сотрудники полиции. На корсуле рыбнадзор привлек двух любителей рыбалки к административной ответственности. В Тюмени обсудили подготовку к посевной. Заседание Совета по развитию ОПК губернатор провел в режиме видеосвязи с главами районов. Особое внимание семенному фонду. В этом году кондиционность зерновых на 12% выше. Хочу обозначить, что 66% у нас занимают зерновые и зернобобовые. На 1,8% увеличиваются кормовые культуры. Сохраняются площади под картофелем техническими культурами. Вопрос с водоснабжением бывшего поселка, а теперь Тюменского микрорайона Утяшево, решится в следующем году. Этим летом там начнется строительство линейного водопровода. На работу из бюджета Тюмени выделили 49 миллионов рублей. Возведут насосную станцию в 2017-м. Пока за подвоз воды местным жителям приходится платить. Депутаты городской думы взяли на особый контроль вопроса водоснабжения. Участники Дельфийских игр познакомились с Тюменью. Для них организовали экскурсии на мост влюбленных, по исторической части города и даже на предприятия. Например, сотрудники хлебокомбината показали процесс выпечки и угостили ребят свежими булками. По мнению конкурсантов, многие из них раньше ничего не знали о Тюмени. Я вообще думала, что здесь, знаете, медведи ходят на самом деле. Но когда я приехала, город на меня произвел огромное впечатление. Очень классно. Редактор субтитров А.Семкин